Коллеги, всем привет! Сегодня расскажу пару моментов по подготовке кривеньких элементов под загоняние их в мокряк. Имеем вот такую дверь. Здесь был маленький тыч, ровно в этом месте. Я его, насколько смог, залезть крючками и убрал. Но тут ровно усилитель проходит, и у меня нет инструмента, чтобы туда добраться и полностью в ноль его убрать. Поэтому вот эту зону, все уже обезжиренно очищено, сейчас будем грунтовать. Мне нужно положить сюда три тоненьких слоя грунта, на солнышке быстренько все высохнет, и в принципе к вечеру можно все закатывать в мокряк. Так вот, какие основные ошибки допускают, ну в принципе все, когда таким образом готовят к мокряку с небольшим ремонтом деталей. Основной причиной всех косяков является то, что люди грунтуют на голый металл, как он есть. То есть шпатлевание на голый металл можно делать, эпоксид наносить на голый металл можно. Грунты наполнители, которые именно наполнители, они отгезли к металлу имеют, но не настолько хорошие, чтобы делать плавный выход, который потом будет незаметен при перекрытии всей плоскости мокряком. Поэтому берем сейчас кислотную салфетку, металл горячий, сохнет мгновенно, поэтому я вот так вот некоторое время потрух, какой прямо горячий, видно как испаряется. Это кислотная салфетка, протравливаем металл, все, уже можно наносить. Идем сейчас разводим грунт-наполнитель, и в таком исполнении грунт-наполнитель, мы здесь будем внутри пятна работать, будет очень хорошо цепляться за металл, и выход будет абсолютно плавный, у которого не будет потом контура от мокряка. Получится по системе итальянских этих технологов, которые на горячее наносили, потому что сейчас температура дедали градусов 45, наверное. Широкая. Сначала самый широкий проход. Я вам минуту подстыть. И давайте где-то здесь тоже пшикнем. Тут все обезжирено одинаково, чтобы было видно, как будет тянуться. Это я все в ноль сотру, а там будет чуть-чуть толщины, чтобы было видно разницу, как будет тянуться. Многое, конечно, зависит еще от самого качества грунта, который мы применяем. Потому что есть на некоторых, во-первых, цинк какой, во-вторых, грунт какой. Есть такие цинки и грунты, совпадают, что даже без кислотной салфетки нормально держится. А есть такие цинки, с которых тянется все, пока не обработаешь кислотой. На этом уже несколько раз попадались сами, поэтому теперь все только через кислотную салфетку в таком случае ремонта, либо же через кислоту, которая напыляется. Ну, это если уже большая площадь, там нужно всю деталь загонять в кислоту. Второй случай. Да, в принципе, тут и двух слоев хватит. Тут повреждение оставалось небольшое, которое я не смог вывести, поэтому этого будет достаточно. Оставим, наверное, на часок на солнышке. Пусть его прожарит, просушит и перетрем. Итого у нас получается, тут у нас нет кислотника, тут есть кислотник. Берем на брусок 240, сейчас займемся сначала там, где есть кислота, снимем. Тут повреждение осталось небольшое, чисто именно вот под грунт. Проявку не взял, потому что тут по шагеру будет видно. Ну все, оно выровнялось. Теперь я буду вытирать полностью все, что лишнее на элементе. И очень важно именно вот пронаблюдать, как вытирается рисочка именно на металл выход. То есть, какой идет выход, насколько он плавный. Зачастую, вот основная-то и сложность в чем у всех, зачастую кислотой не обработали и тянется рваный край. Он вроде бы мелкий, но он рваный. И потом его будет видно. Да, оно на лаке, конечно, можно убрать полировкой. Но это уже будет изменение шагрени в этом месте. А все банально. Нету кислотного грунта. Но тут хороший, очень плавный выход. Плавнюсенький. Это 240. Будет еще 320-400. И давайте посмотрим тут. Я не говорю, что тут будет плохой выход, но изредка бывает, можно попасть с грунтом, что так себе выход получается. А вот тут и видно как раз вот этот так себе выход, который вроде бы неплох, но он рвется. Вот, видите? Это банальная отсутствующая адгезия к металлу. Здесь, показываю, тот же ноготь. Все то же самое. Все четко. Тот же ноготь. Все те же самые настройки. Вон они, подрывы пошли. И вот это туда. Потом проникнет растворитель из грунта мокры-по-мокрыму. И сделает четкий вот этот контур, как он есть. Его будет видно. Поэтому не поленитесь. Протереть кислотной салфеткой. Либо же пшикнуть, кислоты чуть-чуть развести. И будет все красиво. Вот наглядный примерчик. Все, это я сейчас вытру нафиг в ноль, оно тут не нужно. А здесь доработаем 320-400. И у нас все готово под мокряк. Вот такой вот результат. А все банально и просто. Дверь в камере обезжирена. Протерта кислотной салфеткой вся. Протерта липкая салфетка. Мдута антистатическим пистолетом. Видим, как у нас выглядит зона ремонта. Запоминаем, где она. Посмотрим после окончания покраски. И важно. Мокряк не наносите в один жирный слой. Наносите его в полтора, но нормальных. Первый припыльный слой дает вам равномерную капельку адгезионную. Выравнивает поверхность. И потом вливаете уже. Понятно, что на таком ремонте проблем не будет. Потому что там хорошая адгезия. Но лучше перестраховаться. Первый. Раз, два, три. Поехали. Это Белария. Дюза 1.4. Три полных оборота от закрученного. Два полных оборота от закручивания. На полную давляк двойка. Можно выкрутить и больше, но в этом случае тут не нужно. Не тот объем. Ждем, пока высохнет. Будем подбирать соринки, ходить смотреть. И посмотрим, где там наш ремонт. Ну, сразу скажу, его тут видно не будет. Подсох у нас мокряк. Смотрим. На бок видно только зону, которая чуть-чуть лучше впитала в себя мокряк, чем металл. Но чисто вот так физически, вот я дал легкое движение, никаких контуров, ничего нет. Это самое важное. Теперь точно так же проходим. Смотрим, может где-то есть крупная какая соринка, чтобы ее убрать. Так, самый простой метод по поиску соринок. Шестисотка. Вот, видно, зацепилось. Дорабатываем. Легким нажимчиком. Вот, что-то зацепилось. Дорабатываем. И все. Мы готовы к открасу. И никаких проблем в этом месте не будет. Покажу деталь после покраски. Так, ну что. Дверь открашена. Цвет по стыку, в принципе, неплох. Но тут не в цвете дела. У нас был вот тут вот где-то ремонтик. Ну, вот в этой области. Смотрим. Ни бликов. Ничего такого прям, чтобы дико находилось, нет. Отражение по прямым линиям. Все четко. И таким макаром можно, в принципе, выполнить даже ремонт, ну, где было со шпатлеванием что-то. И будет выглядеть довольно-таки четко. Поэтому кислотник. Очень важная вещь. Решающая, можно так сказать. Не забывайте об этом деле. Применяйте. И будет у вас все хорошо. Всем пока. Продолжение следует.